Добрый день! Я с огромным удовольствием, это для меня огромная честь, открываю наш диалог. Диалог с человеком выдающимся, совершенно необыкновенным, выходящим из всех рамок моего представления жизни, Евгением Панасенко, который находится сейчас в Париже, в здании крупнейшего аукционного дома в мире, СОЗБИС. И это совершенно символично, логично, что один из самых выдающихся, а на мой взгляд, самый выдающийся историк, коллекционер современной России был принят в этом доме. Это большая честь, которую Евгений Панасенков оказывает дому СОЗБИ, и для дома СОЗБИ это, безусловно, очень важно для международного образа, для продвижения вперед. Мы познакомились с Евгением некоторое время назад, в духе сегодняшнего времени, познакомились на социальных сетях, и я сразу понял, что речь идет о явлении совершенно незурядной. Евгений может подтвердить, что в первый же раз, когда мы с ним познакомились, после того, как я прочитал то, что он пишет, посмотрел то, что он делает, я назвал его Леонардо да Винчо русского возможного ренессанса, так сказать, возможно, потому что не все зависит от одного человека. Его героизм заключается в многогранности его деятельности, что его невозможно вписать в прокрустного ложа одной дисциплины. Он везде, он везде, абсолютно везде, и это абсолютно соответствует духу времени, в котором мы сейчас живем. И тема наших диалогов, я думаю, они могут даже вписаться в какую-то последовательность, по крайней мере, нашего первого диалога, это только главное. То есть мы забываем все остальное, ерунду, мелочи, чушь, наносные, это корзина, корзина, забываем. Мы будем говорить о главном, мы будем говорить о мире, в котором мы живем, мы будем говорить о смысле жизни, наших жизней и жизни человечества. Мы будем говорить о цивилизациях, о Европе, мы будем говорить о России, безусловно. Мы будем говорить о главном, о сути, вот слово такое есть, аутентичность, а будем говорить о настоящем. Для меня это тоже очень большая честь, потому что в последнее время у меня не так много возможностей говорить по-русски. И для меня это то, что называется определенный вызов, потому что мне не хватает слов, и благодаря Евгению я как бы снова договорился о встрече со своей судьбой, договорился о встрече со своим прошлым. Потому что я родился в Москве, закончил институт международных отношений, был советским и русским дипломатом, а потом жизнь моя повернулась совершенно радикальным образом, и я сейчас не пишу и довольно редко говорю по-русски. Поэтому спасибо большое, Евгений. И хотел бы задать вам такой вопрос. Вот так получилось в моей жизни, что сейчас я пишу по-французски, моя книга выходит на французском языке, хотя я преподаю практически во всем мире геополитику. Франция. Я заметил, что вы любите эту страну, что вы приезжаете сюда часто, что часто бываете в Париже, что этот город привлекает для вас, в нем есть какой-то магнит для вас. Вот могли бы вы более подробно рассказать, почему Франция вот так оказывает на вас такое воздействие? Прежде всего, я всех вас приветствую, дорогие друзья и, как я говорю, враги на французской земле, в Париже, в этом замечательном особняке и, кстати, напротив, буквально здание напротив, это Елисейский дворец. Я очень благодарен профессору Мельнику за вот эту нашу встречу, возможность диалога и это человек, который, как мне представляется, мыслит настолько глобально, настолько при этом четко вот видит главное, что это невероятно важно, ведь есть даже те, кого мы привыкли называть интеллектуалами, которые всю жизнь роются в мелочах, не видя, собственно, всего строения, всего строения, всего здания. И Франция, 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 это мое счастье и мое несчастье, это восторг и это инсульт, потому что, ну, выражаясь метафорически, я попадаю в последние годы, а других вариантов у меня нет, поскольку я не родился в 900-м, в 800-м году, ну, вот, времена не выбирают, не живут и в них посещают африканский Париж, да. Я как попадаю всегда в сказку, но эта сказка, она страшная, это страшная сказка, заколдованная некое место. Представьте себе, практически все сказки, особенно политические, они такого сюжета, такого свойства, измысленный город, град или страна. И вот она захвачена, у нее черной силой, ужасной, какой-то завоеватель, захватчик и так далее, и так далее. Но, вы знаете, это в сказках выглядело все равно очень эстетски, потому что захватчики, они, как правило, это зло, оно более даже эстетское, чем тот город мастеров, те ремесленники, которые, они обаятельны, очаровательны, но даже. В Париже все наоборот, потому что, да, это величайшая эстетика мира. И, конечно, Париж это, по всей вероятности, наиболее стильный город Европы, а значит, мир. И при всей моей любви безумной к Италии, к Риму, Неаполю, Венеции, Париж это наилучшая, как мне кажется, формулировка стиля в камне. В камне, в не просто даже зданиях, а вот в этой геометрии всего города, улиц, того, как французы планируют пространство. Французы, конечно, в этом смысле номер один, потому что, как они планируют пространство, никто. Я имею в виду не только такие, как площадь Туак, площадь Победа или Вандомская, великие площади или великие дворцы, но даже, как, допустим, квартиру из восьми квадратных метров, можно уместить несколько спален, спальню для гостей, гостиную и все прочие удобства. И все это делает шарма. Но вот все это, вы меня простите, вы можете сейчас сделать вид, что вы изучаете вот эти замечательные часы с Людовиком XVI, Людовиком Трагинским. И видите, что я делаю сейчас, я внимательно слушаю вас. А вот сейчас я бы вам в целях самосохранения подружески советовал заняться Людовиком, потому что вот та злая сила, которая оккупировала Францию и Париж, это прежде всего, безусловно, предатели своей цивилизации, это так называемые леваки, социалисты, коммунисты и прочие, и прочие. Они пустили настоящего врага, то есть не какого-то, скажем так, а вот совершенно конкретного врага, оккупанта, которого оккупировали все, которые ненавидят, не просто не понимают, не просто негде, а ненавидят все местное, всю великую культуру, всю красоту. И они ее разрушают, ломают и радуются разрушению. Когда весной сожгли Нотр-Дам, это было безусловно сожжение, и то, что власти запрещают об этом писать, говорить даже как версии, это тоже стало уже известно. И, кстати говоря, у нас есть запись на российском телевидении два года назад, я дословно сказал, что Нотр-Дам будет уничтожен. И буквально через два года это случилось. Так вот, когда в сам момент сожжения этого пожара грандиозного, все соцсети, которые дикари не изобретали, поскольку они изобрели даже лампочку, определенная, вы знаете, какая религия, из определенного региона приехавшие существа, радовались невероятно. Они были счастливы, они радовались. Более того, на многих кадрах запечатлены вот эти дикари, которые открыто, французы плачут, а эти радуются. Смотрите, как здорово, что горит с ним Франция и Нотр-Дам. Конечно, безусловно, с моей точки зрения, их надо идентифицировать, их надо лишать гражданства, их надо сажать в тюрьму, но лучше высылать, чтобы не кормить за счет французов. Но это невозможно, потому что любой француз, а сегодня французам приказали юридически быть безумными. Сегодня все граждане Евросоюза, особенно Западной Европы, и прежде всего французы на первом месте впереди планеты всей, французам им юридически приказано, это не то, что как, знаете, совет или возможность, а приказ быть безумными, называть черное-белое, не видеть очевидного, не понимать, что их режут, уничтожают. Недавно очередной пришелец из исламской страны резал людей в метро, просто резал, ну, резал, понимаете, резал. Сначала об этом не сообщали СМИ, потом все-таки были вынуждены сообщить не как о теракте, а как об инциденте. Следующая была стадия, они говорили, что это француз, там какое-то имя типа Мухаммеда и так далее, это француз. А в следующей стадии, когда они перешли к тому, что это, так сказать, мигрант, они решили обсудить интереснейшую тему. А что его подвигло на этот шаг? Какие-то, может быть, психологические проблемы, может быть, ему тяжело адаптироваться, да? А еще несколько лет назад африканец порезал, в Германии стал под колеса поезда бросать людей, и погиб мальчик, маленький немецкий мальчик, он погиб. Так что вы думаете, вот этот африканец, он приехал в Германию и Швейцарии, а в Швейцарии он был запечатлен в специальной прошуре, в специальной прошуре, как эталонный, эталон, здесь, чистый совок, коммунизм, да, вот, стен газеты. Это лучшие передовеки производства, эталонный мигрант, который пока никого не убил, не зарезал, и вот он, естественно, сорвался, естественно, убил, и все это произошло, вот как я сказал. Я об этом говорил в интервью всю свою сознательную жизнь. Вот как я смог, а я очень рано стал выступать и на телевидении, и в печати, где-то с первого курса, 17-18 лет, среди прочих тем политических, это борьба с КГБ, с путинизмом, на первом месте еще борьба за цивилизацию западную, против вот пришлых дикарей и левачества. Я сказал, что будет так, будет резня, будет теракт и так далее, это же до Сирии, до всего. Даже в «Коммерсанте власти», это известнейший еженедельник политический в России, я опубликовал статью, она называется «Варвары радовались, глядя на все это». Я предсказал, все это было 2003-2004 год, то есть я бы это сказал 50 лет назад и 100 лет назад, но я не мог физически, у меня просто это не существовало. Вот как я смог говорить, я сразу это сказал. Вообще, вы знаете, простите, конечно, но ум и талант – это штука неприобретенная, это только врожденная. Вот от количества прошлых лет ум, он не появляется, он может как эрудиция развиваться, но если человек глуп от рождения, он будет еще глупее с течением глупой жизни. Вот, и вы понимаете, вот то, что происходит во Франции, это страшно. Есть такое понятие, как коллаборационизм, связанный со Второй мировой войной и с Петеном, такое негативное определение. Так вот, если вы используете как негативное, у меня к Петену как раз несколько другое отношение, не совсем негативное, так вот, простите, я считаю, что я в движении сопротивления. Ведь движение сопротивления во времена оккупации Франции и Германии, оно же было нелегальным движением, оно было нелегальным, а было официальное правительство. Официальное правительство запрещало говорить что-то плохое про Гитлера, про немцев, про нацистов, про эсэсов, просто запрещало. А сейчас запрещают говорить плохое про нынешних оккупантов, которые ненавидят Францию, ненавидят французскую историю, традицию, религию, культуру и прочее. И я считаю, что исламизация означает абсолютную гибель Европы, ислам полностью в каждом своем определении противоречит тому, что называется права человека, то есть за что мы все рады, это главное достижение европейской цивилизации, то как сегодня леваки поступают с жителями Европы лишая прав собственности, самого важного, лишая свободы слова, это фактически деятельность оккупационного правительства. И я для себя определяю это именно так, то есть вот я в движении сопротивления, пока это нелегально, то есть как раз я, то что я говорю это незаконно, потому что запрещено, как я уже сказал, французы запретили мыслить, полностью запретили мыслить, это своего рода инквизиция, вернее это религия, новая религия, и для защиты от религии инквизиция, когда борьба с несогласными. Что такое религия как таковая, монотеизм, тоже с чем я всегда боролся, с глупостью религии, это когда тебе говорят, что не думай, не используй интеллект, не имея критическое мышление, тебе скажут, что когда-то где-то кто-то заляпнул, что есть некий бог, вот он где-то там за облачком и так далее, он карающий, он может убивать, насылать бурю и прочее, ты обязан в это верить. И если я говорю, ну простите, но вот у нас уже есть наука, мы уже понимаем все про космос, про историю мира, ведь верующий человек, он никогда не будет с тобой спорить аргументами, он будет кричать, убивать, он будет совершать теракт, он будет тебя обзывать, он будет страшно шипеть и глазницы открывать, все что угодно, только не аргументы. То же самое и левый, то же самое и левак. Если ты начинаешь говорить что-либо с аргументами относительно определенных разниц в развитии регионов, в развитии, так сказать, определенных групп людей, рас и так далее, ведь никогда вы не услышите полемику аргументами. Сразу, прежде чем, как жаба раздувается, после всего эта жаба выдает какое-то истерично-хамское, что вы такой-то, вы вот так-то, хотя я объясню почему-то, и ничего другого не услышит. И после этого следует репрессии. Еще здесь следует репрессии, связанные с работой, человек могут перекрыть любые рабочие места, учебу, сорвать концерты, лекции, все что угодно, посадить в тюрьму, все что угодно может быть. Это настоящая репрессия, то есть левацкий фашизм, который в сто раз страшнее, чем тот фашизм исторический, который был несколько лет и страшные годы в Италии, построили наконец приличные вокзалы. Поэтому я хочу сказать, что мы находимся на оккупированной территории, и я очень хорошо знаю историю Парижа, географию Парижа, не какие-то основные вещи, а мельчайшие. Я пытаюсь, вот знаете, как то же самое движение сопротивления, оно объезжало немецкие патрули на велосипеде. Ну я велосипед не жду, но такси, машина. Я вот так же объезжаю, объезжаю оккупантов, объезжаю, наверное, туристов. То есть я вот пытаюсь наслаждаться, я встречаюсь со своими, которые также мыслены, да? То есть это вот самое настоящее подполье. Да, эстерское, да, роскошное, но это подполье, фактически. Хотя это, наоборот, на свету, на виду, это при свете дня, но вот идейно-эстетически я в этой подпольной партизанской борьбе, ведь учите, что когда было движение сопротивления, еще не было нербежского процесса, потом только объяснили, что Гитлеру это очень плохо, потом кто-то вам объяснит, что вот эти оккупанты нынешние это тоже очень плохо и наградят тех, кто случайно выжил в борьбе с этими оккупантами. В этом вся мерзость истории, простите, вся мерзость в том, что когда ты прав, это не значит, что ты сразу получишь одобрение или сразу у тебя есть аргументы, ты можешь с ними победить. Ты иногда ждешь стать целоисторические эпохи, когда пройдут, чтобы это все было признано, то, что очевидно. Ведь то, о чем я сейчас говорю, это настолько, здесь не нужно быть ни то, что гением, ни то, что талантом, это просто очевидно, но вы пройдитесь по улице две минуты и у вас будет, если психически здорово, это будет абсолютно естественный и единственно возможный вывод о том, что происходит в Европе и Париже. Но когда вам юридически запрещают, а еще вся пресса, все университеты, все институты, все левое, все левое, и когда вас зомбируют круглые сутки, происходит то, что происходит в СССР, фактически. Причем, если в СССР люди были более закаленные, чтобы жить на два фронта, на кухне и в обществе, французы в этом плане менее закаленные. Они очень легкомысленные, очень слабенькие, эмоциональные, как мне кажется, очень слабые, и поэтому они скорее легче перековать в этом отношении, как вам кажется? Вы целый океан возбудили. Вы адресовали мне комплимент, что глобальное мышление. Я думаю, здесь вы действительно написали картину мира. И поскольку мы с вами договорились, что будем говорить об основном, я, естественно, не могу комментировать все потоки этого океана, которые вы обозначили в своем выступлении. Тем более, что некоторые параметры мне были известны и с которыми я не согласен. Но я не могу комментировать каждый параметр. У нас нет времени и возможности для этого. Поскольку вы вот эту картину создали мира, я позволю себе тоже несколько штрихов. Я, например, живу во Франции, работаю во Франции, пишу во Франции, выступаю во Франции. И я не чувствую себя в оккупированной стране. Это очень индивидуальное чувство. Я живу, безусловно. Как я вот, например, почему в свое время выбрал жить во Франции, вопреки, в общем, всей логике. Потому что передо мной открывалась дипломатическая карьера. Потому что это было связано с главным для меня в жизни – со свободой. Потому что в Советском Союзе, который дал мне мое первое образование, который дал мне путевку в мою первую жизнь, я не чувствовал себя свободным. Я не мог выбирать, пилотировать свою жизнь. И, наверное, выражать свое мнение, как вы хотите. Да, хотя, скажем, когда я учился в ГИМО, я уже выступал с конференциями о Карл Марксе, то, что я делаю, в принципе, сейчас, в другом контексте. Но вот эта свобода выбрать абсолютно все – у меня ее не было. Поэтому Франция была для меня символом свободы. Это не значит, что сейчас я восхищен страной, в которой я живу, и гражданином, в которой я являюсь. И составной частью определенной интеллектуальной, даже политической жизни я состою. Но это, наверное, называется жизнь, потому что полного удовлетворения от того, где мы живем, никогда не бывает. Но я к чему хочу вернуться? Я хочу вернуться к главу – вот ваше видение мира. Вначале вы идете в суть, в настоящее, а потом, мне кажется, вы сужаете угол собственного зрения на этот мир к проблемам эмиграции, эмиграции, проблемам этническим, этнического меньшинства или этнического большинства, иностранцы, урожденные и так далее, что для меня, например, абсолютно не существует. Поэтому позвольте мне очень быстро, в двух словах, я буду гораздо короче, чем вы, сказать, что вот я назвал вас героем русского возможного возрождения. Слово возрождения – «on essence» – это, в принципе, французское слово. И Леонардо да Винчи, например, с которым я в какой-то степени вас сравниваю, но особо не зазнавайтесь, но все-таки Леонардо да Винчи – это человек известный в мире, сравнение с ним, и оно, безусловно, очень почетное. Так вот, Леонардо да Винчи родился в маленькой деревне, которая носит его имя в Тоскане. Скорее, он носит имя в деревне. Ну да, только что в ней, кстати, был. И потом французский король Франсуа Промье пригласил его в Амбуазы, где он скончался, где он жил. То есть это был уже первый эскиз того, что я называю глобализацией. Глобализация – это свободное перемещение людей, а люди – это человеческие люди. Они могут родиться в разных местах, могут иметь разный цвет кожи. Александр, позвольте, я перепью вас сразу. Мои дружи мои, я вашу идею понимаю так же, как и вы, и более того, публика понимает. И я всегда за то, чтобы Франция училась культуре и эстетике у Италии в том числе. Вот это очень важно тоже. Значит, теперь вы сказали, что Париж – это центр Европы, и потом вы добавили, а значит, мир. Вот на мой взгляд, совершенно не так. Потому что в 21 веке наш мир стал глобальным. Глобальным – что это значит глобализация в моем понимании? Это, кстати, главный краеугольник, вообще того, что я преподаю и о чем опишу. Это постоянное взаимодействие, интеракция, постоянная взаимозависимость. Трех параметров – люди, какими бы они ни были, я преподаю в Алжире, я преподаю в Нигерии, я преподаю в Афганистане, но я преподаю и во Франции, и в Америке, и в Швейцарии. Ну вот люди, есть такое понятие – люди. Они не выбирают место жительства, они не выбирают цвет кожи. И для меня то, что благоприобретенное, очень важно по сравнению с рожденным, врожденным. Благо приобретенное. Для вас наоборот – человек рождается с каким-то генетическим кодом. Нет, это не так. Во-первых, это не для меня. Человек рождается с генетическим кодом для науки, то есть это точно так. И он есть в вас, во мне, в операторе, во всех тех, кого вы перечислили. Другой вопрос, что это все красивые слова, и вы, безусловно, правы в сказочном, в идеалистическом смысле. И Леонардо да Винчи, конечно, и Метельанджело, безусловно, и Ягилев, безусловно. И когда Медичи приехал во Францию, она принесла Ренессанс, и Франсуа Первый посмотрел Италию, принес Ренессанс. Но что же мы закрываем глаза на суть того, о чем я говорю? Нет, мы не пробуем, я пытаюсь вас понять. Я считаю, что это немножко, я признаюсь честно, я ошибаюсь, вы знаете, это подмена. Мы говорим сейчас о конкретной вещи, об оккупации Франции теми, кто ничего не может дать. Это проблема Франции, это проблема Европы. Да, так вот я же к этому. Безусловно. Нельзя же подменять мою мысль. Я, как русский человек, который написал книгу о Франции, которой французы не написали такого исследования на данную проблему масштабного. Но поймите, мы европейцы, и мы любим эту культуру. Вы приехали из России во Францию именно за этой свободой, за культурой. А вы же не выбрали почему-то, почему-то вы не выбрали Нигерию, Алжир. Прекрасные страны. Почему вы не хотели из СССР эмигрировать, допустим, в Лондон? Так получилось в моей жизни. Прекрасная страна. Я был назначен в Париж, в посольство Советского Союза. Но потом вы могли поменять на что-то лучшее, например. Нет, потом французский язык стал частью моей жизни. Для меня, как человека пишущего, язык является моей родиной. Я пишу сейчас по-французски. Да, но в Алжире можно говорить по-французски. Да, но в Алжире я сейчас преподаю. Нет, а почему нельзя полностью жить в Алжире? А я могу выбрать. Я живу во всем мире. Вы понимаете, есть люди, у которых настоящее гражданство – это глобальное гражданство. Нет, безусловно, и для меня это так. Я говорю совершенно о другом. О том, что мы, европейцы, дали алжирцам, конголесцам, мы им дали все, начиная с лампочки. Нас сейчас будут смотреть через интернет. Интернет, электричество, все, что на нас надето, часы, права человека. Вы замечательно упомянули слова «гражданство». Вообще все слова, связанные с цивилизацией, которые мы упоминаем, – это все изобретения европейцев. Если вы мне позволите дойти до конца. А наконец, в своей мысли. Значит, суть квинтэссенции 21 века, то, что я называю глобализацией, – это интеракция, интерконнекция, взаимозависимость между людьми, независимо от их происхождения, цвета кожи для меня. Второе – между географическими местами, не обязательно странами, географическими местами. Третье – это идеи, циркуляция идей. Вот это вот «нексус», «нетворк», интерконнекция людей, мест и людей, мест и идей. И это особенность вот этого сегодняшнего мира 21 века, где вот эта западная цивилизация, которая для нас с вами, для многих людей планеты была светом в окне, была апофеозом, главным центром и так далее, она потеряла сейчас свою ключевую роль в развитии мировой истории. И это происходит впервые с вот этого самого линейства, о котором я вам говорю с самого начала. То есть фактически шесть столетий Европы, ну и потом Соединенные Штаты Америки, они диктовали ритм жизни нашей планеты для хорошего и для плохого, потому что те инновации, которые они перечислили – это хорошо. – Это не те, это все инновации. – Да, да, хорошо, это все, практически все инновации. – Абсолютно. – Нет, но после Средневековья, начиная с «Онессанс», который был реальный период возрождения, Европа и западное пространство были лидерами, пилотами вот этой общечеловеческой цивилизации. Сейчас мир стал многополярным. Сейчас он стал многополярным во всех вопросах – в экономике, в культуре, в инновациях. – А вот в культуре, мне интересно, и в экономике, есть западный мир, и все… Китай ворует западные изобретения, и что дальше? – Нет, 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 простите, но есть факты практически… – Все, что производит сегодня Китай, все технологии, все жанры, все виды – это абсолютно все… – Это было до какого-то времени так, но поскольку мы сейчас живем в очень быстро открывающемся мире, так я преподаю в Китае, для меня это не пустой звук. Мои студенты, китайские студенты, с которыми я общаюсь не только как с вами, но мы ходим с ними в бар, мы разговариваем на разные темы, что удивительно кажется, потому что вроде бы они коммунисты, не должны говорить о политике и так далее. – Коммунисты всегда лицементны. – Долгое время Китай, то, что вы говорите, высасывал соки и шпионил. Но сейчас они достигли совершенно нового уровня исторического развития, и ни в коем случае не надо недооценивать это. – Благодаря западу, вы крафт всего запада, скопировал импульс. – Ипульс – это слишком красивое слово. – А потом это копия, она может перерасти в что-то большее, что оригинал. Другой вопрос, который стоит, заключается в том, можно ли создать что-то в обществе, которое не дает человеку свободу. – Совершенно верно. – Потому что Китай – это авторитарная опция. Потому что пока все практически инновации были сделаны в свободном обществе. Стив Джобс, например, это был совершенно безумный человек, который живет в совершенно свободной стране. Именно вот это его безумие по отношению к властям дало ему возможность создать гений, гениальные проекции в будущем в области технологий. Может ли не свободный человек Китай, Россия, мы говорим с вами о России, Турции, Египет, создавать что-то абсолютно… И я употреблю новое слово сейчас, которое приходит, естественно, во все языки – disruption – это разрыв с прошлым. Вы понимаете, мир, в котором мы живем – это не мир повторения прошлого, в котором часто, мне кажется, вы, как молодой, выдающийся, совершенно фантастически, изумительно талантливый человек живете. Это удивительно для меня, для вашего возраста – вы живете в прошлом. А мир-то сейчас меняется… В том-то и дело, что я как раз, как мне кажется, если я позволю, лучше понимаю настоящее, чем вы, потому что для вас настоящее – это идеалистическая картинка. Вы живете в очень эстетском пригороде Парижа? Нет, это так получилось абсолютно. Ну да, но он эстетский пригород Парижа – это не север Парижа, это не Клинингур, да? Да. Вот все, что вы сейчас сказали, оно очень красиво звучит, эмоционально. Это типичный французский профессор. Я готов вас поздравить. Ничего советского и русского больше у вас не осталось. Это просто мое… Если это можно считать комплиментом, то я вас поздравляю. Все, что вы говорите, для меня это очень интересно, я слушаю внимательно. Я сейчас говорю с абсолютным французом. Абсолютным. С нами. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Да. И именно такая позиция, именно такое, понимаете, моментально… Я сказал про конкретные вещи, исламизацию и африканцев. Вы моментально переначали все и стали говорить про конкретного гениального итальянца Леонарда Винчи, который жил 500 лет назад. Да. Я говорил о том, что сейчас вас режут и убивают исламские террористы, режут почти каждый день, и Париж превращается в африканский город, а вы мне говорите про Леонарда Винчи. Связь между этими явлениями равна абсолютному нулю. Но то, что вы понимаете, вы подменяете моментально и даже этого не понимаете, потому что это чисто французский западный подход – уйти от проблемы, подменить ее и выдумать себе сказку. Это выдумая сказка, а реальность – это то… Вот знаете, вы выходите сейчас за бастовку, кстати, у вас же тут социализм. Социализм сначала уничтожил СССР, то есть Россию, теперь он уничтожает Францию. Вот вы выйдете, чтобы вам дойти до машины, вам нужно немножко пройти. А когда вы выходите на эту изменительную улицу Сен-Ано-Ре, Фобур Сен-Ано-Ре и там Елисейский дворец, вы упираетесь в кого? Вы упираетесь в автоматчиков. А когда вы прилетаете в Шарль-де-Голь аэропорт, вы первые кого видите? Вы видите автоматчиков. И через 100 шагов вы видите опять автоматчиков. И через 300 шагов вы видите опять автоматчиков. Я не говорю о том, что вы прилетаете и видите 80% африканцев. Позвольте мне договорить. Вы знаете, это уже ситуация, простите, не для расшаркиваний, не для, знаете, такого… Вот если мы были в 19 веке, у нас была встреча под этими часами, и мы могли бы себе позволить лицемерие, или даже не что лицемерие, а быть очень приятными для собеседников. Мы могли бы себе позволить. Сейчас мы уже не имеем права позволить себе быть приятными собеседниками политическими, потому что, ну, я не хочу в этом прекрасном французском здании говорить, что происходит, но происходит одно русское слово, которое происходит прямо сейчас. Почему я должен приезжать в Париж и попадать в военную ситуацию? Я прилетаю в Рим, первое, что вижу автоматчиков. Все церкви, институты, университеты Италии стоят, танки, бронетранспортеры, автоматчики. Вы с ума сошли в Европе? Зачем вам это? Зачем главное вам? Ладно, вы хотите, пожалуйста. Зачем мне это? Я имею право как европейец на Европу, потому что я пишу книги о Европе, я создаю спектакль на европейские темы, фильмы на европейские темы, я об этом, так сказать, пишу и говорю. Я европейец, я создаю эту культуру, я на нее имею право. А пришлые негодяи, которые ничего не создали, которые ее больно, они ненавидят, я повторяю, они ненавидят. И вот если мы сейчас не будем здесь, знаете, так эстетски, под этими часами слуи в шестнадцатом сидеть, а пойдем, знаете, легко прогуляемся так, в Сен-Дени. Знаете, так вот легко, в галстуках. Могли бы это сделать. Могли бы сделать, лучше вы вдвоем с оператором это сделаете. Но потому что, вы знаете, там ведь даже полиция боится. И даже, я когда приезжал, мне советовало, я вышел, я смотрю на выступальницу королей, проходит случайный полицейский с автоматом, и он видит меня, как я одет, что я приехал с определенными целями. Вот, вы знаете, туда лучше не ходить, потому что я сам туда не хожу. То есть, это, получается, уже, вы говорили юридические термины, эта часть Франции уже не под юрисдикцией Франции, черт возьми. И это, я против того, чтобы мы сейчас, знаете, были очень приятными, вот в рамках этой темы для нашего общества, приятными другими мы не можем быть. Мы понимаем, действительно, что происходят сейчас очень большие проблемы, связанные с тем, что называется иммиграция. Я не употребляю, кстати, в 21 веке вот это слово иммиграция, я употребляю слово мобильность. Люди сейчас выбирают место в своей жизни сами. Опять перебью. Я тоже, я бы категорически против слова иммиграция. Иммиграция, когда жил Мельник или жил я, и я люблю больше Францию, я на нее и правы, я эмигрировал из России туда. Простите, а это не иммиграция. Если дикари приходят и прорывают кордон, не имея паспорта, визы и так далее, это не иммиграция, это оккупация, захват, силовой захват. Что касается Франции, эта точка зрения безусловно притесняется, потому что, безусловно, а вы не можете это сказать в кафе, вы не можете сказать официанту, вы не можете это сказать в открытых терминах на телевидении. Если бы я пришел как приглашенный профессор в Сорбону и стал бы это говорить, вы знаете, были бы очень большие проблемы. Я понимаю. Но это притесняется. Для меня главная проблема Франции, а проблем здесь огромное количество, я их критикую. Вот моя книга, которая была издана «Подсоединить Францию к глобализации», это очень критическая книга. Она давно уже подсоединена. Да. Но в моем понимании глобализации, что не обязательно захват оккупантами, а просто интеракция людей в сердце. Это всегда и было. Ну вот. А понимаете, во Франции настоящая проблема, что мы запутались внутри самих себя. Что вот эта наша социальная модель, экономическая, культурная модель Франции, которая функционировала в течение длительного периода времени, пришла в полное противоречие с реальностями современной эпохи. И французам очень трудно, здесь мы с вами, мне кажется, находим общий язык, трудно перестроиться. Вот перестроиться на новое мышление, более гибкое, более флюидное, приспособиться к обстоятельствам, поменять. Вот смотрите, сегодня забастовка из-за чего? Из-за того, что одна маленькая часть категории французского населения, это работники транспорта, транспорта, метро и РУЭР, они бастуют против введения новой пенсионной системы в мире, где люди живут все дольше и дольше. Естественно, нужно дольше и дольше работать, но они привыкли к старым, привыкли к привилегиям, которые были созданы именно социалистами. А что еще, старые пенсии вообще не так много лет, это 30-е годы. Нет, 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 это совсем не так, потому что во Франции вся система социальной взаимопомощи была создана после Второй мировой войны, то есть в 40-е, в начале 50-е годы. Первые пенсии появились в 30-е годы, это как раз левая ситуация, потом 40-е, 50-е годы, я как раз хочу сказать, что это не старая, это в общем-то исторически недавняя ситуация, которая исторически почти случайна. Вы обратили внимание, что мы живем в ускоряющемся мире? Я в этом пишу постоянно. Я знаю, да, и поэтому я повторяю. И повторяю ваш тезис. И что в этом ускоряющемся мире завтра очень быстро становится сегодня. Вы понимаете? Нужно приспосабливаться. Я как раз понимаю, нет, нужно не приспосабливаться, мы должны аналитически выбирать правильный завтра, потому что если будем как дураки ждать, улыбаться и быть идеалистами, значит, завтра вас съедят, вас просто съедят. И я повторяю, что против, так сказать, вот этой, интеграции культуры не то что никто не против она вся была естественно и французская архитектура этой итальянской и греческой какой-то архитектуры и дягилев дело здесь балеты учил жанна тоже он как-то учил дальше я говорю пришел другие вещи и и глобализация западная когда простите средства гигиены электричестве так далее и компании международно не проникают везде и стандарты это прекрасно что это пока раз могу только поддерживать я говорю про совершенно другую вещь которая актуальны и насущные которые без решения и и вы не сможете так красиво рассказывать вот эти латинские слова про интеграцию но на данные вещи своими именами вы исходите из того что существуют разные расы и а я и скажу они существуют этого что это не так что существует разные раз говорите называйте вещи своими именами вне политик молокоэкт политические корректности что существует как вы трат negatives разные расы и что существует иерархия раз говорите и что существует цивилизация которая выше других что существует вот вы сказали информации такая подарил а миру все чем мы пользуемся через что раз смотрят из того, что существует человек. И этот человек, он не выбирает место рождения. Он не выбирает. Мы говорим про белое и квадратное. Вот смотрите, вот это белое прямоугольное, а это часы. Мы говорим про разные вещи. Никто ни в чем не виноват. Но я же тоже не виноват. Вот я приехал в Париж, я же взял бы визу, допустим, в Конго или в Либерию. Либерия прекрасная страна, вы знаете? Дивная. Там опорождаются они на пляжах. Дикой антисанитарии, постоянные эпидемии, просто постоянные эпидемии. Они не создали архитектуру, они не создали университет, они не создали институт, они не создали слово профессор, они не создали слово иммиграция, они не создали слово пособие, они не платят нам пособие, они не создали галстук, значит, часы, пуговицы, это, 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 шнурки, часы, урмулю, золочение, понятие аукционный, понятие дом, понятие дворец. То есть, они ничего не создали с вашей точки зрения. Ты не можешь вообще так сказать, но... Вот это добавление, вот это добавление с моей точки зрения, оно, я с ним буду очень серьезно бороться. Потому что это не с моей точки зрения, это я вам сейчас перечислил факты, с которыми невозможно использовать. А вот это западная цивилизация, которая... Нет, 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 все, что я перечислил, это так? Да, примерно. Нет, 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 ну как примерно, давайте точить, что не так? Нет, ну не надо забывать, что африканская цивилизация была очень древней цивилизацией. А что она дала? А что это, можно я вам сказать, что это за цивилизация? Хорошо, вот, не надо забывать, что вот эта европейская цивилизация, так сказать, с которой вы встречаетесь, я тоже, потому что суть этой европейской цивилизации прекрасна, так? Она в какой-то степени оккупировала, называется, колонизация, вот, многие страны, о которых вы говорили, и блокировала их в своем развитии. А наоборот, она подарила им развитие, она подарила им уже изобретение западного мира, которое они смогли даже воспользоваться. Навязал, навязал, они не сделали выбор. Какие... Слово выбор, это европейское слово. «Александр, дорогой мой друг, я вас очень прошу». Так, это, мне кажется, какой-то вот, ну, такой амфан для ребенка, слово колонизация. О чем вы говорите? Если мы говорим конкретно Алжир, Анкарин, Алжир, там не было государства, там была некая территория с бандитами, которые просто пиратствовали. Они пиратствовали, там ничего не было. Там даже не было медицины, люди пришли, стали детей мыть впервые. Впервые стали детей мыть. Поэтому это общие слова. И смотрите, что вы сделали. Я сказал об изобретении, что ничего не изобрели. Вы сначала сказали, что примерно, потом согласились, что полностью. После этого перешли сразу к колонизации. То есть абсолютно полностью ушли от конкретной темы. В этом весь ужас диалога, всех подобных диалогов. Я думаю, в глобализации, в глобальном мире, в котором мы с вами живем, ухаживали. Нет, 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 давайте конкретно. Мы же говорили про историю. Мы же говорили про конкретику. Как раз колонизация вынужденная. Слово колонизация, это мы придумали. Это не африканцы придумали. Они даже слова этого не придумали. И это мы им объяснили, что это мы их остановили в развитии. Они не развивались вообще. Они там не развивались, они не завели ни чьи пор. А рабство, вы заоправдываете тоже рабство? Слушайте, рабство, милочеку, рабство, это было как раз то, что устроили мусульмане для африканцев, что они торговали. Это было вначале. Потом у европейцев. У европейцев не было другого никакой модели отношения с африканцем. Потому что африканские вожди продавали свой... Там не было понятия гражданства. Они продавали свой членов племени, продавали мусульмана, продавали европейцам. И у европейцев была единственная возможная модель, не было другой. А потом европейцы подарили другую модель. Подарили африканцам другую модель свободы и сделали Обаму президентом. Понимаете? То есть это как раз слово президент. Но Обама сам стал президентом. Обама сам стал президентом. Нет, сам Обама не мог стать президентом, потому что если бы его не выбрали, если бы ему не придумали, если бы его народу не придумали слово президент, парламент, выборы, машины, которые помогают им выбирать, телевидение, по которому он выступает, лампочку, которая его освещает Обаму, он бы никогда не стал президентом. Вы знаете, что было бы очень интересно для наших зрителей, прежде всего, я повторяю, для ваших, может быть, часть ваших зрителей станет нашими зрителями, это было бы грандиозно, мы бы показали бы новый пример, новый интеракт, мы были бы пионерами нашего отношения. Я пионером быть не хочу. Я понимаю, что это первый пионерик, а не в смысле советского и коммунистического, пионеры, открывающие новый горизонт. Африканцы живут в Америке лучше, чем в Конго? Я не говорю об африканцах, какая разница с африканцами? Смотрите, вот там вот, например, есть... Мы же о этом говорили. Мы говорили об Африканцах. Есть такой пример, человек думал, что вот приезжая в Манхэттен в конце 19 века, там улицы мощеные золотом, золотом везде, он открывает новый рай, он приехал из страшных стран, война, унижение, нищета. А почему там, не считай, унижение, потому что там такая цивилизация? Хорошо, и он хотел начать новую жизнь в Америке. Но вот послушайте. Так он начал, нельзя же сразу. Почему мы не должны сразу? Который прекрасный ребенок европейской цивилизации, который пошел дальше, чем родители. Так вот, он когда оказался в Нью-Йорке, он видел, нет никакого золота вообще вокруг Нью-Йорка. И улицы, он думал, что они мощеные золотом, они вообще не мощеные. Вы знаете, что он сделал? Он засучил рукава, и он стал мастить эти улицы, он их вымастил, эти улицы, и он стал богатым. То есть с точки зрения работы... А мощенные улицы, это что изобретение? Мощенные улицы, это изобретение общечеловеческой цивилизации, которая должна двигаться вперед с точки зрения технологий. Лучше иметь мощенные улицы, чем не мощенные люди. Понимаете, лучше иметь тротуары, а не иметь... Я-то, конечно, тротуар тоже слово... То есть вот войти через работу в новую цивилизацию, поменять условия жизни и поменять ту цивилизацию, которую ты принимаешь, которую от тебя приняла, в данном случае американская западная цивилизация, и улучшить эту ситуацию благодаря своему таланту, как у вас, например, у вас грандиозный талант. Вы человек, должен я еще раз сказать, все это знают в России, что вы человек Леонардо да Винча, русского ренессанса, у вас талант фантастический, и это говорю далеко не всем людям, вы понимаете? Вот, и вот поменять ситуацию, не только описать, что мы в оккупированной стране, что все ужасно, нужно их прогнать, застрелить, расстрелять и так далее, а поменять, поменять что-то в нашем невозможности. Евгений, в наших руках мир, в наших руках мир. Моя книга называется «Люмонду запахлян». Мир принадлежит нам. Почему бы нам не поменять мир? Потому что мы его не можем взять, это вопрос власти, это вопрос того, что юридически я не имею права говорить, все институты и прессы оккупированы. Вот, я начинаю говорить про конкретные проблемы, что вас режут, режут и убивают, а мне отвечают Леонардо да Винчи. Да, потому что это связано, взаимосвязано. Меня не убивают. Если бы меня кто-то вот убивал, и если бы я почувствовал, что я живу в оккупированной стране, я бы избрал свободу. Но это уже и проблема, я пытаюсь вам объяснить, что вы уже полностью француз, который абсолютно не понимает проблемы этой конкретной. Видите, вот в чем проблема. Я понимаю это с другой точки зрения, вы понимаете? Я тоже пытаюсь очень, очень понять. Здесь даже вот этот дискурс, точка зрения, эти слова сюда не годятся. Просто пойдемте, погуляем на север Парижа, подойдем к какому-нибудь конкретному товарищу. А мы можем это сделать в следующий раз. И все это его... А я вот бросаю вызов и приглашаю вас в следующий раз оказаться не здесь, в Сосбе, так, на улице Фуэлл Сан-Донуэ, а прогуляться по улицам Сан-Донуэ... Какой вы злой, какой вы недобрый, какой плохой друг. И мы можем обратиться вместе с вами вот к этим людям. А это же ведь мои студенты. Среди моих студентов таких очень много, как вы это говорите. Таких я не употребляю это слово. Я не обращаю внимания, откуда они и так далее. Вы знаете, ведь меня уж абсолютно не интересует, в данном случае, цвет кожи. Меня интересует поведение. Вы знаете, вот очень интересную точку зрения вы выразили, что для вас... В чем есть исключения правила. И исключения только подтверждают правила. Ну, конечно, конечно, конечно. Как вы прекрасно подтверждаете своим талантом. Совершенно верно. Я же... По мне нельзя все эти аресты. Но вы выживаете, выживаете в России. Вот для меня тоже... Именно что выживает. Вот для меня вопрос. Кто выживает? Так это же гениально совершенно. Вот. Вот здесь, вот Эбран, вот здесь я вам аплодирую. Потому что это вопрос, столь же сложный, как выживать... Мне было бы так же сложно выживать во Франции с моими идеями, как сложно выживать в России. В любой стране вы будете иметь трудности, потому что вы человек исключительно талантливый. Талант человека – это исключение. Исключение в любой цивилизации, в любой стране. Понимаете? Это не значит правительство... Это значит вы, Евгений Понасенко, вы уникальный человек. Вот. Просто я хочу затронуть очень быстро другую проблему. Вы сказали, что человек рождается с генетическим кодом, так? И главное, талант – это уже врожденное, так? Нет, 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 нет. Это огромная тема, еще нейрофизиология. Ну да, но вы сказали, что... Все, это основа, смотрите-ка, есть несколько, не сказать, слов, несколько, так сказать, вот, баз, да? Да, генетика определяет очень много физиологически. И эта физиология дальше диктует вам ваше поведение, метаболизм, скорость, потому что вот некоторые из оккупантов, у них, простите, эволюционно не всегда наросли те доли, которые контролируют агрессию. И они так быстро разбуждаются, и так быстро режут, поэтому поведение в одном регионе, оно одно, а в другом другое. С этим словом, если сравните афганца с эстонцем, генетика есть? Безусловно. Безусловно. Вот я, например, работаю в университете в Женихе, который создал афганцев, который создал университет с нуля. Нет, нет, стоп, стоп, слушайте. Афганец – это разбогатевший на какой-нибудь нефти или на наркотиках, а нефть достали из-под земли, достали кто? Европейские люди. Ну, я вас умоляю. Александр, это уже другой сюжет. Это тот же самый. Это единственная главная тема. Это единственная главная тема, поймите меня. И люди отличаются по мозгу, по полям головного мозга, по подполям головного мозга. И разница видовая в 40 раз. Это уже, если мы говорим о серости, гелеталангии и так далее. Ну, то есть, вот у нас есть генетика, у нас есть головной мозг и так далее. Но если мы берем группы людей и среднестатистического, да, то, конечно, уровень развития во Франции, Италии или, допустим, где-то там на Ближнем Востоке или в Средней Африке, в Средней Африке, он несколько разный, средний уровень. Зависит от образования еще. Образование? Слово образование, оно... Оно? Оно, оно откуда? Я не знаю, оно откуда. Но мы знаем, что... Слово образование сейчас позволяет любому человеку подняться в социальные лестницы. Нет, нет, оно позволяет, вы дали это право, мы дали это право, это великое право, нужно отстаивать, нужно пользоваться, пользоваться не хотят. Поэтому в Америке есть огромные районы, где живут на пособия, в элферщики, которые поколениями живут на пособия, полиция туда войти не может, и это не белые, простите, регионы. И здесь они приехали во Францию, они что, пошли в Лубов? Нет, на пособиях во Франции живут не только люди черные, но и огромное количество белых, бездельников, и паразит, которые создавают французские системы социальной помощи, когда выгоднее не работать, чем работать, у нас разрушены понятия работы. Я с этим и борюсь, с левачеством, это левачество уничтожает все, и своих, и чужих, все что угодно, расхолаживает. То есть основная проблема, что вот избрали интернет, вы можете всю информацию мира, великую информацию, как вы любите глобализацию, не хотят. Ну, никуда не приехали в Париж, они не то, что в интернете, они хотят долгать, им противно, они радуются сожжению Нотердама, все. Вы не понимаете, вы неужели не понимаете, когда пришли плохие нацисты, гитлеры пришли, что они первые сделали? Весь Париж был в Холстах, в Мольбертах, весь Париж в Мольбертах, они рисовали Париж. Первое, что они захотели, первое, что они захотели, чтобы пойти в Комитей Францесс, чтобы в Комитей Францесс играли французские актеры, чтобы продолжал петь Морис Шевалье, чтобы продолжал петь Эдит Пьяф и так далее. Сюда приезжают африканцы, они ненавидят в большой массе своей, большинстве своем это. Вот главный вопрос, что это возникает. Генетика, слово генетика, можно вернуться к слову генетика, да? Конечно, конечно. Ну, конечно, вы знаете, но, может быть, кто нас смотрит, не все знают. Вы знаете, кто был предком Александра Пушкина? Вы знаете эту историю, наверное, или нет? Александр, это... Это что, это сказка, это утопия, да? Нет, это не утопия. Вы знаете, вы можете выдернуть один пример из истории, который ни о чем не говорит. У нас есть миллионы. Да, хорошо. Ну, вы что, у нас серьезный разговор, вы профессор... Сейчас, очень коротко. Предки Пушкина были смешаны. Ганнибал. Ганнибал, который смешался с русскими, с европейцами, он почти тут в сказке. Это был рабом, которого Петр Первый приобрел, так, и которому он дал прекрасное образование. А если бы Петр Первый не приобрел раба Ганнибала, то там бы он сдох в убожестве, нищете, без образования, и он бы потом через несколько поколений не породил бы, ну, уже смешанность. Нет, это революционная сила образования. То есть образование меняет абсолютно все. Вы были против рабства, а если бы его не купили? Нет, но он мог... Он не мог? Да, он показал крайний пример. Ты берешь что-то совершенно... Это вы показали крайний пример. Я же не собирался это показать. Да, но образование дает совершенно другое видение жизни. Нет, а Ганнибалу образование ничего не дало. Его сыну ничего не дало. Нет, нет, оно ему ничего не дало, он ничего не написал. Он бездарный. Кто, Ганнибал? Конечно. И его дети были бездарные. Нет, 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 его дети были бездарными. А что такое Пушкин? Пушкин, о том, о чем я говорил, это нейрофизиология. Вот конкретно у Пушкина, вот он гений, потому что у него поля головного мозга, отвечающие за литературу, условно, они огромные. Это давно секционированный мир и физиология. А потомки Пушкина, они же потомки Ганнибала, и предки Пушкина, они бездарности, они абсолютно даже дебилы были. Поэтому пример здесь совершенно не роман. Это все-таки светило, как говорят. Нет, это не все-таки, а точно. Но я повторю, что это благодаря другому. Это случайность развития полей головного мозга в конкретном этом организме. Вы говорите, что это один из многих примеров. Другой пример. Вот смотрите, большевики-меньшевики. Я часто цитирую этот пример. Большевистская революция. Но вот эти большевики-то, они всегда были меньшевики, они всегда были в меньшинстве. Когда они пришли к власти. Это бандиты, которые захватили к власти, конечно. Да, в меньшинстве было несколько человек. Они назвали к власти большевиков. Так в том же деле, вот сейчас, а вот сейчас те, кто захватили Францию, они пока еще... Подменяйте, вы не даете мне договорить. Так я к чему говорю? Что меньшевики, которые назвали себя большевиками, для всего мира они стали символом большевистской революции. Я к чему это говорю? Что для меня количество не играет решающую роль. Для меня качество играет решающую роль. Для меня тоже. Вот, вот скажем, Евгений и я, мы могли бы стать архиведовым рычагом, чтобы повернуть ситуацию в мире в лучшую сторону. Это невозможно. Не перепевать вот это то, что за нас другие делают, так сказать, и делают. А мы с вами, может, имеем какие-то способности, чтобы эту ситуацию... Способность не имеем, но мы ее улучшить не сможем. И сделать мир немного лучше. Вы понимаете? Увидеть мир с позитивной точки, конструктивной точки зрения, а не с точки зрения оккупации, и их нужно всех убить. Нет, 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 стоп, стоп. Вот здесь сильно вы подменили все. Я создаю, я создаю книги, если есть спектакль. Ни один человек в мире, наверное, не создаёт столько в разных жанрах. Я думаю, я думаю так. И так успешно. Это конструктивно? Это... Это конструктивно. Это безусловно конструктивно, но вы пишете так, но должны быть идеи, которые проецируют вас в будущее. Не просто результат. Вот книга... Только этим я и занимаюсь. Я предсказывал вам будущее и говорил, как это будущее сделать хорошим, а не смертоносным. Через расстрел оккупантов. Такого я не говорил. Или выгнать национальных территорий Европы, на планету Луна, или масло, да? Нет, нет, зачем, потому что есть у них своя прекрасная планета есть, которую они любят от традиций, которые они от одежды, традиций, религии, они не хотят отказываться. Им всё, что нужно от этой территории, это деньги от дураков. Деньги от добрых дураков, квартира от добрых дураков. Всё. Они радуются, если вы горите, вас убивают, они счастливы, радуются. Если был 11 сентября, весь мир этих скотов радуется. Поэтому давайте так. Если кто-то один прекрасный, вот он понял, что он живёт в дерьме, увидел там, вот Европа, Франция, прочитал какую-нибудь книжку, слышал о детях, всё, написал, добрался. Ему не то, что им надо большую квартиру дать, помогать всем миром, пожалуйста. Но если это всего лишь идёт орда, которая не собирается любить место, куда оно пришло, которым всё даёт, это разные ситуации. Хорошо, давайте закончим уже эту тему. Давайте, да, давайте. Перейдём к России. Перейдём к России, да. Какова Ваша общая, с большой исторической дистанцией, не входя в мелочи повседневной политики и так далее, Ваше восприятие России, страны, в которой Вы живёте? Колоссальная несчастная территория с огромными ресурсами, которая не живёт так, как она могла бы жить хорошо, потому что нет цивилизации в прямом смысле слова. Это провинция Европы, где некие структуры, формы Европы есть, но основы, к сожалению, основы не заложены. Что сегодня происходит? В России власть у того, кто её захватил. Не тот, кто её получил цивилизованным образом, а тот, кто её физически захватил. И вот пока он её физически удерживает силовыми методами, она его. Не то, что есть оппоненты, знаете, какие-то, которые могут предложить другую концепцию, модель, аргументы, лучшие, более логичные, более качественные, и некий народ выбирает что-то. Нет, это не реалистическая конструкция. Сегодня нет власти и оппозиции в России. Есть режим, именно не власть, а режим, который действует методами нелегальными. И есть оппозиции быть не может, потому что оппозиция – это нечто действенное, это нечто цивилизованное. А цивилизация вся зажата, уничтожена. Есть некий протест. И протест, и режим, они оба безголовые, неинтеллектуальные, обе стороны. Другой вопрос, что режим в этом смысле более живучи и эффективен, потому что если у вас есть танки, огромное количество денег нефтяных, то вы можете быть безумными. Вы можете быть неинтеллектуальными, вы можете до определенной степени творить, что вы хотите, издеваться, как хотите, зажимать, что вы хотите и прочее. А вот чтобы это победить, не имея ресурсов, не имея денег, так и так далее, вы должны быть очень умными. А люди протеста, к сожалению, в большинстве встаем. Я не говорю, что все. Вот вы очень любите, как бы на меня взваливать, то, что я назвал, всех африканцев, так или всех. Нет, исключение есть, но исключение только подтверждает правила. Вот эта фраза мою, исключение только подтверждает правила. Отнимаю фразу, это известно. Ее надо выписать на стенку, чтобы все учили, и чтобы никогда не путали белый квадратный и не занимались, так сказать, софизмом. Очевидно. Так вот, то, что называется протестом, это интеллектуально-маргинальные существа. Почему так? Потому что власть настолько запрещала, зажимала любое свободомыслие, любую политическую волю, что человек, который, ну, человек культуры, достоинства, он не идет в оппозицию в протест, потому что его уничтожат, что он физически бытовой, он будет сидеть в СИЗО, он будет расстрелян на мосту, как неусок, и так далее. То есть приличные люди практически не идут. Идут неудачники, отщепенцы, психбольные, наивные дураки. Это ведь не важно, он может быть очень хороший, но если он дурак, это какая разница, что он дурак, да? Он будет дурак со знаком плюс. И в протестах очень много дураков со знаком плюс. Знаете, вот таких вот, они могут быть даже полезными идиотами. Но вы-то со своим талантом остаетесь зрителем и комментатором. Нет. Вы не являетесь актером. Актером, вы знаете, актером надо быть на сцене комедии Францесс и Большого театра, а не в дурном театре, в дурном шутовском участии. А как вы тоже знаете в этом дурном? Для меня это тоже вопрос. Вот это не я, что тоже вопрос. Да, это интересная тема. Мы перешли на дуэт шерунды держали, на которой выживались. Прекрасно, это основные человеческие темы. Я вам сейчас скажу так, и нашим русским телезрителям это не понравится ужасно. Вот. Кто знает? Да. Кто знает? Вот то, как я выживаю, причем выживаю вот с этим перстнем 18 века, с этой белой рубашкой и с этой улыбкой, знаете, вот это, я бы сказал, самое гениальное, что я делаю. Вот. И именно это вызывает у меня восхищение. Именно поэтому я здесь с вами сейчас. По идее... В принципе, нет. Не в принципе. А точно, на практике я не готов. В принципе, это генетическая ошибка. То есть, не просто выживаю, а не должен, во-первых, не должен жить. Не просто, вы выживаете. Вы известны в России, у вас есть популярность и так далее. Вы делаете свое дело, публикуетесь. И для меня является вот это алхимия. Это именно алхимия. Вы знаете, здесь вот у музыканта весь поэтир в секунду. Здесь нужно попадать в секунду. Да, да. Здесь эта игра на такой иконке. Это такая высокая нота верхняя доуровня Джоан Сазерленд и Николая Гетда и Альферда Крауса. Это такое, как я... То есть, это мастерство за пределами любого мастерства скрипача и художника эпохи Ампира и так далее. Почему я сказал, что сейчас будет большая нервность? Потому что, ой, это значит, он нарцисс... Поймите, я вам сейчас говорю очень техническую правду. Это реально, это реально. Чтобы выживать еще и с улыбкой и в белой рубашке, при том, что я делаю, говорю, как я живу, и вот в этом мерзейшем преступном сообществе, это надо... Это такой рассказ. Это рассказ длиной в жизни. Нет, но вот это как раз может быть и самое интересное для нашего зрителя. Вы понимаете? Потому что мы идем в суть жизни, в суть человеческого существования. Мы не идем в какие-то теоретические, идеологические конструкции, которые абстрактны. Мы говорим друг о друге. То есть, я говорю о вас. И то, что вот вы не только выживаете, но выражаетесь в этой стране, вызывает у меня... И у многих. Это и был мой импульс нашей встречи. Потому что, когда я впервые увидел вашу публикацию, я подумал, это невозможно. Это что-то такое невозможно, немыслимое. Когда я пытаюсь говорить о вам, вокруг себя никто не верит. То есть, это немыслимое что-то. И вот именно немыслимое меня интересует. Потому что в мире, в котором мы живем... А это есть искусство. Это больше, чем нам. Это реально очень часто. Чем отличается искусство? Это то, что, в общем-то, прекрасно, и что мы не можем понять иногда в это разложить. Безусловно. Много я смог разложить. Алхимия. Такая высокая алхимия, эстетическая алхимия. Это... Ну вот я предлагал вам создать что-то в России. Университет. Я не знаю, как это... Моментально закроют, уничтожают. Ну, потому что там... Да, но мы с вами не попробовали это. Понимаете, все возможно. Нет, нет, нет. Сражение, которое проиграно, это сражение, которое не было дано. Нужно стараться что-то начать, а потом посмотреть. Это, кстати, ваш любимый Наполеон говорил. Нет, он по-другому. Ввязаться в битву, потом посмотрим. Вот. Добро пожаловать в битву, и потом мы идем. Да. Это такая формула. Вот. И ввязаться в битву, потому что мы с вами остаемся... Так я же ввязываюсь в битву, только я знаю, надо выбирать поле сражения. Если говорить про университет, ну, если я заранее знаю, что его... Не то, что отнимут потом регистрацию, или как это, ну, регистрацию, а изначально не дадут, у нас, как вы понимаете, в последние годы все свободолюбивые мыслящие организации просветились, и они были просто уничтожены, как западные агенты, как и так далее, и так далее. Поэтому... Я не западный агент, у меня есть определенное имя, я обращаюсь к нашим зрителям. Идея по-прежнему здесь, она на столе. Создать какое-то учебное учреждение. Абсолютно учебное, свободное учреждение, глобальное, так? Глобальное. Вот. Почему это возможно в Алжире, почему это возможно в Нигере, и почему это невозможно в России? Вот этого я не могу понять. И таким образом вы мне дали бы возможность не только встретиться с моим русским языком родным, но встретиться со страной, в которой я родился, правда она называлась Советский Союз, и прийти в эту страну не территориально, а со своими идеями. Это единственное, что у меня есть. Вот с этими идеями вы можете прийти во внутреннюю тюрьму Лубянки, и вы знаете, я повторяю, если это можно сказать комплимент, хотя, может быть, это не комплимент, вы стали абсолютным французом, вот абсолютно. Вот сейчас, когда говорили про идеи, что вы в России хотите эти идеи, я понимаю, что вы оторваны, вы как бы сидите, как бы одна нога у вас на этом паласе, но вы такой себе парите в воздухе, да? Ну, я все время парил в этом воздухе, это не только вот сейчас, это не только Франция, потому что, скажем, я парил в этом воздухе, когда я решил поступить в МГИМО, мои родители и мой отец, который сказал, никогда у тебя это не получится, никогда, забудь это. Это не для нашей семьи. Да, да. А вот как я поступил, я не знаю. А вот мне интересно. А вот, может быть, есть такое понятие, как знание, может быть, есть такое понятие, как мотивация, может быть, есть такое понятие, как увлеченность, может быть, есть такое понятие, как страсть, может быть, есть такое понятие, как идти до конца того, что ты начинаешь. Но нам все равно интересно, как у вас это получилось. Вот я сам не знаю, я оставляю нашим зрителям об этом судить, я поступил в МГИМО абсолютно сам, вопреки всей абсолютно логике в 76-м году, и я, честно говоря, даже вообще не хотел во Францию ехать, я всегда мечтал об Америке, но поскольку... Вы мечтали об Америке, вы уже предателем Родины были. Нет, это не предатель Родины, поскольку Америка была для меня, Евгений, символом свободы, вы понимаете, я привержен свободе, для меня есть логика свободы, а в Советском Союзе это было нарушение свободы, репрессии свободы, так вот, я хотел... Типичнейший предатель Родины, типичнейший. Ну хорошо, это вы-то говорите, потом посмотрим реакции наших зрителей, предатель или не предатель. Они, конечно, поддерживают меня, что... Хорошо, вы не говорите заранее. Вы генетический предатель Родины. Возможно. Да, но я на самом деле остаюсь верным самому себе, вы понимаете, я остался Мельником, Сашей Мельником, как я был, ну вот, и, а потом я во Франции оказался случайно, потому что английский язык был зарезервирован для номенклатуры, так, и мне сказали, что нет больше... Прекрасно, английский зарегистрирован номенклатуры. Да, и мне дали французский язык, я эту Францию не мог на карте географической пометить, для меня эта Франция была Льюи де Фюнесс в Геркушотском саде, а вот дальше я приспосабливаюсь, я живу. То есть предатель, приспособление, вы давайте посчитаем, предатель, приспособление... Нет, первое, я не предатель абсолютно, потому что я езжу в Россию, там живет мой отец, и с этой страной у меня связи остаются, я создал первый диплом между МГИМО и Сен-Би-Иску, где я работаю. Этот диплом позволял русским и французам получать дипломы в соответствующих учреждениях и продолжать работу. Я был первый, кто создал этот диплом во Франции. Предатель, я не думаю, я сделал для России в этот момент больше, чем то, что я делал для нее, когда я был дипломатом. Мой папа продолжает, живет в Москве, ему 86 лет, я езжу два раза в год в Россию, нет. Если покинул ли я Россию, нет, я не покинул Россию, потому что я живу во всем мире. Вот и Россия для меня, на каком языке мы с вами говорим? К сожалению, для Путина это то же самое. На русском языке, так? Значит, язык русский для меня остается языком, который я очень люблю. Я не хочу, чтобы этот язык принадлежал людям, которые живут только в России. Я не хочу, чтобы русский язык принадлежал Путину, этот язык тоже мой, хотя я не живу в России. Ну вот, теперь приспосабливаться, приспосабливаться это слово в русском языке, оно пежуративное, приспосабливаться. А вот, скажем, я преподаю своим студентам то, что называется по-французски «capacité d'adaptation», «adaptation», «adaptation», «adaptabilité». То есть приспосабливаться сейчас, Евгений, это может быть. Это адаптируется. Адаптируется. Так в русском языке это слово уже тоже есть. Насколько русский язык поменял, и до такой степени, что никто ничего не понимает, они взяли русский язык, взял французские, английские слова, немецкие, итальянские. Он, например, макароны. Я думал, что макароны один только сорт, а сколько паста в Италии? Тысяча, а все макароны только, так сказать, говорят, понимаете? И так далее, и так далее. И еще есть сладости. Сладости. И поэтому вернуть смысл словам, которые были взяты из иностранных стихов в России, вернуть смысл жизни. Я не знаю, сколько времени нам остается для разговора примерно. Ну, пока те, кто живут в Сен-Дыни, не дошли до Сен-Ано-Ре, мы можем говорить. Хорошо, но в следующий раз мы с вами поедем в Сен-Дыни, и мы приведем их на моей машине, которую вы знаете, так? Она неплохая, достаточно комфортабельная, не лучшая, конечно, потому что профессор не зарабатывает очень много денег. Но я все-таки, конечно, приглашу с собой каких-то автоматчиков. Хорошо, и вот, я говорю, сколько нам осталось удовольствия. Мы можем говорить. Еще можем. Просто я хотел бы где-то на определенном этапе, на финише нашего разговора перейти к главному по-настоящему. В чем заключается суть человеческой жизни? Понимаете, все, что мы с вами сейчас говорим, это прекрасно, это идеология, это цивилизация, это идентичность и так далее. Но вот зачем мы живем на этой планете? Каков смысл жизни человека? Этот вопрос, вот, скажем, Лев Толстой, у которого была слава, деньги, начиная примерно с 50 лет, единственный вопрос, который его интересовал, это в чем смысл человеческой жизни, которая является... Как поздно он об этом задумывался. Да, маленькой скобкой между рождением и смертью. И вот к этому я хотел бы вернуться, исходя из огромного уважения к вашему таланту и к вашей молодости. Потому что будущее, в общем-то, принадлежит, так сказать, тем, кто моложе, по сути. Вы понимаете? Вот это вот вопрос, который, мне кажется, очень интересовал бы наших зрителей. И ваше мнение было бы для них исключительно интереснее. Насколько я знаю, вы не так часто высказываете мнение ваше по этому вопросу. Но это не тот вопрос, о котором надо транжирить. Смысл жизни для меня – это наслаждение красотой и создание красоты. Эстетство, эстетство. Не совсем. Эстетство в общеупотребительном смысле стало очень холодным термином. Хотя изначально понятие эстет в переводе с греческого – это чувствующий. Тогда да, если бы всем объяснить, что эстет – это чувствующий. И все, что я делаю, это идет от чувства, в том числе, когда я борюсь с оккупантами, это тоже от чувства любви к красоте, которую они уничтожают. Так вот, это наслаждение красотой и созидание красоты. Красота всего человека, пейзажа, природы, того, что уже мануфактурно сделано, декоративно-прикладное искусство, живопись, графика, гравюра, скульптура, архитектура. Красота всего. Красота слова, красота жеста, красота одежды, взгляда, улыбки. И красота того, как солнечный свет падает сейчас на вас, причем сквозь зелень, а за зеленью Елисейский дворец, архитектура высокого стиля. И все это вместе, это вместе со зданием, с акустикой. И вот это все, что я перечислил, это наслаждение, которое создано огромным количеством поколений людей, их трудом. Это очень тяжелый труд, чтобы все это создать, и чтобы понять, что это прекрасно, на это тоже ушли труды людей. И я как раз понимаю ужас и всю мерзость того, что сейчас это уничтожается. Вот все, что я описал, то, что было достигнуто, это все уничтожается. Уничтожается архитектура, она подменяется, дворцы подменяются коробками, жилпись подменяется мазнёй, слово подменяется, простите, каким-то звуком, да. Музыка, симфония, опера, песня, мелодия, мелодия подменяется. Красота спасет мир. Брэк танцер, нет, 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 не то есть, а все это другое. Как, опять-таки, белое и квадратное. Я же говорил о том, что для меня является, а не что спасет мир. Красота не спасет мир. Почему? Потому что она не сможет спасти мир. Она могла бы спасти мир, если бы все думали о ней, о красоте так, как я. Но поскольку я не просто исключение, а, может быть, в этом отношении их несколько человек на свете, кто так больно, с собой болью ощущает эту проблему, да, то она не спасет мир. Вообще, этот мир ничего не спасет, не потому что это так всегда говорят, что мир не спасает, да. Но уже теперь точно, потому что есть так называемая человеческая цивилизация. Она неравномерна, она неравнозначна, и никакого единого вида людей не существует. Это отдельная большая тема, которую любой честный историк, физиолог, генетик вам может абсолютно точно описать. И если изнеженная, истонченная, утонченная, расслабленная цивилизация позволяет себя уничтожить варварам, значит, закончится смысл человечества. Чтобы какие-то животные будут существовать, они закончат смысл. В чем смысл? Это не только, простите, совокупляться и жрать. Как многие приезжают на севере Парижа, они совокупляются и жрут, а они не ходят в лувр. Могите, слава богу, что это и так слишком много там. Так вот, совокупировали подступы к лувру. Они окупировали... Ой, ты вообще не говорите. Но я знаю уже по метру, где пройтись так, чтобы хотя бы не сильно услышать поездку. Здесь вы найдете общий язык с моей супругой, которая является туристическим гидом лувра. Кстати, она нас слушает, она пришла. Правда, она ничего не понимает, потому что она не говорит ни слова по-русски. Но она найдет общий язык с вами. Даже лувра. Даже может быть, ну красота, я понял. Которую вы связываете с перспективой разрушения красоты. Безусловно. Это, кстати, тема моего любимого Томаса Манна, «Смерть венец», моего любимого Лукина Висконца, который экранизировал. Вот эта красота и гибель красоты, конечность красоты. Причем, знаете, в чем, собственно, моя позиция, возможно, роль, и еще пусть тоже поэта побесится уникальность. Это станет побеситься. Это говорите слова, как они есть. Эти слова реальность. Как вы, как вы, слишком осмеление, вы знаете, в этой вашей франции. Слово реальность, вы называете вещи своими именами. И к этому люди стремятся сейчас, чтобы не крутиться вокруг чего-то, да? Должны бы стремиться. Чтобы говорить вещи, как они есть. Должны, опять-таки, как и красота, должны были бы стремиться, но не... Но кто знает, может быть, они есть, просто мы не попробовали с вами. Просто наша первая беседа, она сейчас, может быть, что-то это поменяет. То есть мы как разводим герцинов, герцинов разосновать. Мы меняем мир. Вы понимаете, Евгений, вот то, что мы сейчас делаем, это не маленькая встреча двух людей в каком-то непонятном контексте. Вы гораздо младше меня, по ощущениям. Может быть. Но я хочу передать своим студентам вам, что мир принадлежит вам. Вот, кстати, книга-то моя. Название очень хорошая. Мир принадлежит вам, вы понимаете? Еще была такая песня «Завтрашний день принадлежит». Замечательная песня, мне очень нравится. Видели, наверное, фильм «Рататуй», да? Крыса, которая благодаря своей страсти к кухне, своему, так сказать, мотивации становится шеф-поваром парижского ресторана. Крыса, что мешает любому человеку стать пилотом в собственном жизни? Чем он стал без всякого социализма. Абсолютно. Благодаря таланту и индивидуалу. Следовательно, не нужно никакого, знаете, вот это, что обязательно взять в университет советский, из всех регионов, из всех полов, чтобы женщина... Мы создаем, вы создаете систему. Не система создает нас, болванки, нет. Мы, вы создаете систему. Я думаю, я здесь, может быть, моложе вас, это может быть привилегия возраста уже, что я уверен в том, что история пишется человеком, личностью. История не пишется массой. Нет, безусловно, я как раз, именно, как раз я, и у меня есть даже публикации большие в интернете, я с одним ленинградским, значит, ну так, он на побегушках у чекистов, у меня приятель был, спорил, потому что он играет в то, что вот не личность, а в целом масса все делает, безусловно, личность. Конкретно личность, мы формулируем идеи, конкретно, и оператор снимает, у этого есть создатель. И мы ничего никому не навязываем, вы понимаете? Потому что мы свободные люди, мы что-то говорим, а как семечки сеем, вы понимаете? Да, но почва-то, практически библейская. Никто этого не знает, никто, какая почта, никто этого не знает. Мы должны сказать, назвать вещи своими именами и посмотреть результат. Я пытался назвать некоторые Либерии своими именами, но, видите, даже вы в некоторых нюансах из Либерии моментально сбегаете в деревню, где родился Леонардо из деревни Либерии. Но позвольте мне иметь свой взгляд, не потому что я боюсь затронуть какие-то тела, понимаете? Да, и мейт-то вы можете. Вот, просто я бы сказал с вами. Но я моментально вас ловлю за дружескую руку в этом моменте. Я иерархизирую приоритеты. Для вас это приоритет. А для меня, например, то, что социальная система Франции создала паразитов здесь, в Вашем городе, которые совершенно потеряли вкус работы, вот для меня приоритет. Нет, социализм портит абсолютно все. Что политическая система во Франции абсолютно гнилая, что вообще все эти партии ушли в никуда и так далее. В никуда абсолютно. Вы понимаете, вот для меня главная проблема. Так, что люди потеряли вкус работы, что люди не хотят работать, что люди ни во что не верят, что фатализм в этой стране, фатализм, люди не верят. Это слишком поэтическое слово. Не фатализм, а разгильдяйство. Разгильдяйство, да. Фатализм, это, знаете, это... С тем, что там они правят, вот в Елисейском дворце сидят там и на кнопке наживают и правят. А эти связи в брасри, в брасри... Да, в брасри, ничего там не делают. Объясните мне, пожалуйста, вот о чем они ни часами, ни днями, а десятилетиями говорят на брасри. О ерунде. А о чем... Да, это великая загадка. Я про говер, но я... Знаете, я сижу, прислушиваюсь, присматриваюсь. Знаете, это даже не мелочи. Это удивительно, как люди могут серьезно, с уважительным видом, уважительно друг на друга говорить не просто ни о чем, а это просто некое сотрясание воздуха. Это маскировка, это маскировка, отсутствие смысла. Да. Маскировка, отсутствие смысла. И вот к чему они пришли, благодаря отсутствию смысла. И это происходит, потому что это парализует совершенно мозг, парализует мозг. У них уже опыт, опыт бессмыслицы чудово. Вот здесь мы находим совершенно общую территорию с вами. Вот люди не мыслят, они просто говорят какие-то вещи, в которые они сами не понимают, не знают, не верят. И самое главное, что вот эта форма, она полностью ликвидировала содержание. Конечно. Вот, например, вот эта формулировка во Франции, вы, конечно, знаете ее, vous êtes gentil. Знаете, vous êtes gentil, по-русски трудно сказать, что это такое. Ну, так и есть. Вы так говорите хорошо, улыбаетесь. Для меня, когда мне говорят «vous êtes gentil», это как оскорбление. В принципе, вы понимаете? А все это точно. Я вообще скажу, у меня в отеле, там была проблема с Wi-Fi, потому что в каком-то метре, да? И они скажут, каждый раз, каждую секунду, когда я прохожу мимо, каждую секунду, все ли хорошо, или нет, не все. И у него ломается компьютер. Он не говорит «как, я же обязан ответить, что все хорошо». То есть должен, а у них по-другому даже все плохо, они не говорят. Люди забыли смысл. Да. Люди забыли смысл. Совершенно. Они боятся, говорят вот на эти темы. Но для нас, Евгений, это прекрасная возможность, потому что мы можем говорить эти вещи. Говорить вещи нормальные, которые соответствуют, так сказать, рамкам закона и так далее. А вот видите, но уже многое чего из нормального не соответствует рамкам закона. Но дело в том, что тоже нужно посмотреть, что такое закон. Закон – это удавка. Это временная штука, конечно, безусловно. Или закон должен постоянно пересматриваться в зависимости от ситуации в мире. Посмотрите, мы создали в этой стране, во Франции, закон 35 часов рабочей недели, который запрещает французам работать больше, чем 35 часов. В тюрьму. Больше, 36. Да, да, да. Это безумие. Да, это безумие. Когда я объясняю это в Китае, мне говорят… Это тоже левацкий фашист. Это мне говорят, это шутка. Это шутка. Это не шутка, это закон. То есть закон, вместо того, чтобы открыть новый горизонт, чтобы позволить человеку высказать, выразить свой… В этом мире все, что создано, где мы находимся, это феодализм и капитализм. А сейчас социализм, он уже съел, уничтожил одну огромную территорию СССР, теперь уничтожает Евросоюз. Но вот вы мыслите этими категориями, а я снова вернусь к началу, к категории Ронессанс, Возрождение. Я абсолютно уверен в том, что вот западная цивилизация сейчас нуждается в новом Возрождении. В абсолютно всех областях, что касается права, экономики, культуры… Это верно. …и так далее. Да, в европейской истории, идеология, липовое теоретизирование не давлело с такой силой, как сейчас. Ни при монархе, ни при древнем времени, никогда. Это чисто социалистическое явление. Это первое. Второе. А вот в России, когда вы говорите, что я человек Ронессанс, в России Ронессанс, здесь есть сразу логическая историческая ошибка. В России нечего ренонсировать, в России нечего возрождать, потому что она никогда не знала античности, Россия никогда не знала того, что называется, вот, знаете, хорошую эпоху, прекрасную эпоху, кстати, да? Ну, что не было. А что вы хотите возрождать? ГУЛАГ вы хотите? Или застой хотите возрождать? Или Гнилого Александра Третьего? Нет, России надо родиться. Нет, Россию надо создавать заново. Вот это мой теорет. Я не понимаю, как можно Россию реформировать. Это не реформируемо. Абсолютно. А в Европе есть исходные точки. Совершенно верно. Поэтому к ним можно вернуться, к ним нужно, но я в этом смысле реалист, то есть пессимист. Потому что то, что я вижу, французы уничтожены, они подменяют совершенно тезисы, они уходят от реальности. Абсолютно точно, да? И плюс, они еще юридически запретили мыслить. Европейцам, западным европейцам юридически запретили мыслить. Но это относится к вопросу о смысле жизни. В принципе, любой человек может родиться заново. Это называется born again. Это называется rebirth. Вы понимаете? У вас все немножко более идеалистическо-художественное. Заново родиться. Вы понимаете? Вот Европе нужно сейчас заново родиться. Почему Европа могла заново родиться в 15 веке? Почему Европа? Объясняю. Объясняю. Тогда не было социалистической идеологии, которая как рак. Вы понимаете? Была инквизиция, было средневековье, людей убивали, глина кострах и так далее. Вы знаете, в глина кострах на монарх был вынужден выкупать владение у того, кто ему не нравился. Он не нравится, он может представить ему, но он его выкупает владение. Было право собственности. Сегодня от права собственности вас отнимают право собственности ради того, чтобы дать дикарям. Поэтому, значит, поймите, вот есть понятие о раках. Но пока у меня никто ничего не отбирает. Рак это пока. Это мы скоро с вами поговорим по-другому. Значит, смысл в том, что это рак, чума. И в Европе были границы. Ведь исламисты много раз хотели захватить Европу. Уже захватили Испанию, половина Франции, уже захватили. Уже захватили, прогнали, были границы. А сейчас пустили врагов вовнутрь, они режут, убивают. Как может переродиться, если вас убивают? И последнее. Вы говорите, Запад, вот, значит, вот столько натворил плохого. И хорошего. Хорошего и просто. Нет, не просто и хорошего, только хорошего. Значит, Запад придумал вот эти все извинения, пособия. А можно узнать, вот арабы, мусульмане захватили Испанию и половину Франции. Владели. Захватили как колонию. А я могу поехать в арабскую или исламскую страну и там, чтобы передо мной, как европейцам, а, извини, вы получите квартиру, вы получите пособие, дальше требовать, чтобы я там, чтобы уважали мою религию или мой атеизм и так далее. Вот на этом мы закончим эту тему. Прекрасно, потому что вы пилотируете этот разговор. Нет, вы начали пилотировать, а я сажаю этот, а я сажаю этот ствол. То есть мы подходим к концу нашей беседы? Мы подходим вообще к концу нашей цивилизации. Наша беседа. Беседа, да, наверное. А что у нас будут другие беседы? У нас будут и другие беседы до того момента, пока вы не встретитесь лицом к лицу с реальностью, которая живет на севере. Поэтому, я имею в виду не на севере Европы, а на севере Парижа. Поэтому, если вы начали, тогда я беру на себя честь завершить нашу беседу, поскольку наша запись происходит сегодня неожиданно. Она происходит и для французской публики, и для русской публики. Она будет опубликована и во Франции, и, наверное, я попрошу права и для своего канала, канала Здравого Смысла. Потому что мир колобарная, она может быть во всем мире. Мы поняли, что вам это слово очень нравится. Потому что это ключевое слово в всей моей жизни. Я сам за глобальность, за глобальность красоты, чтобы вот эта вся эстетика распространялась, и именно она, так сказать, главенство, потому что она несет с собой красоту и вообще гигиену, между прочим. Конечно. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня вы наблюдали разговор на обрыве. Вы ощущаете, что здесь обрыв цивилизации? Я вижу, что там уже все, там пропасть. А мой друг, мой собеседник, профессор Александр Мельник, он, вы знаете, он настолько счастлив в своем существовании, настолько рад, молод. Вы знаете, профессор, вы удивительно молоды. Это может быть лучиком предмет. Да, и поведайте просто нам, поведайте миру, как вы умудрились вот, так сказать, доживь. Вы же не знаете, как вы выживаете в России. А я не знаю, как я сохранил. Как во всей неприкосновенности. И понимаете, и вот вы просто, вы даже, я так сижу, вот прям вот, а тут пропасть, да, сижу, спокойно улыбаюсь, это моя позиция жизненная, да, хотя бы там реально пропасть, там колья, ад и языки пламени. А вы умудряетесь, что делать? Вы настолько не понимаете, что происходит, что вы даже несколько шагов делаете, гуляете над этим, в чем не падает, гуляете. Мне оттуда, я так удивленно смотрю, говорите, что, знаете, это будет еще лучше. И сейчас хорошо, а будет еще лучше. А вы начали на этом, я как, быстрее возвращайся, потому что сейчас уже точно гравитация и точно, спокойно сошли, опять сели и продолжаете про круассаны. И про глобальный круглый прогресс. Да, правильно. Поэтому вот это у нас такой был разговор, значит, на краю и за краем уже, и давно за краем. И я надеюсь, что в этой ситуации нам история отпустит еще какое-то время, чтобы мы вот так же, так сказать, в этом положении мило общались. Я не думаю, что что-то, думаю, что будет только ухудшаться в связи с рождаемостью и прочим-прочим. Но наша задача спасаться, моя задача пока, имею в виду, я спасаюсь красотой, потому что я действительно ухожу в те эпохи, когда было common sense, значит, здравый смысл, эстетика, красота, границы. И смысл, был смысл, понимаете, все было, в музыке была мелодия, сейчас потеряна мелодия, вы приезжаете во Францию, в Италию, в Америку, везде бум-бум, вот это вот брейк-данс, африканские все. Искать смысл. Да, поэтому когда глобализация идет, старый Голерой, большой вальс, фильм и так далее, это глобализация, которую я поддерживаю. Когда идет маргинализация, это я не поддерживаю. Но лучше будем говорить о красоте. Я благодарю вас, я благодарю вас. Спасибо. И мы уходим во французский, во парижский вечер. А? По-моему, очень здорово. По-моему, что-то есть. Вообще, это потом будем переслать. Я про то тебе и говорю. Я потом будем переслать, и... Что-то, что-то есть. А в конце кашу, я уже говорил про прогулку, да, надо... Это гениально, гениально, гениально. Абсолютно, вот мы сидим, у вас тут есть пропасть, да? Гениально, гениально. Где ты... Как ты? Это, конечно, красиво, но это несловная красота. Продолжение следует... 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 Слушайте, но Гитлер тоже, Чикатилл тоже всемирно известный. Но не благодаря... Слушайте, Гриф не стал... Как? Он тоже рисовал. Здесь, так сказать, у нас север Парижа. Вот это правильный север Парижа. Так, тут тоже, вот посмотрите, сравните, пожалуйста, вот эту морду, вот эту морду с тем античным бюстом. Просто сравнивайте. С сравнивать с чем? Грек? Да. Хорошо, я пойду с Греком к другому? Романом, да, извините. Я пойду с Романом к другому? Здесь плащ, вот из какой-то... Изумительно совершенно. Здесь тоже какой-то... А, Вежелли Брен. Это картина Вежелли Брен. Профессор, я хочу вас пригласить к картине Вежелли Брен. Я так понимаю, что это... Да, совершенно верно. Я издалека узнал. Итак, это мадам Вежелли Брен, одна из любимейших художниц, портретиста конца 18-начала 19-го века, начиная с Мари Антуанетт, и вообще русская аристократия. Она жила в России. Она жила в России очень долго. Посмотрите, какая нежность. И опять-таки мастерство, композиция, композиция... Оттенки, нюансы, изображение, вот этот вот прозрачный, прозрачные ткани, шелк, там газ, да. Изумительно совершенно, просто изумительно. И вот снова, снова прелестное... Значит, что-то, что-то, что-то... А, здесь еще лучше есть. Слушайте, здесь лучше еще. Вот, вот глобализация. Это символ глобализации по Мельнику. Обратите внимание, это сила, это то, что профессор... Не вот это вот, а вот это. Вот это то, что хочет Мельник, чтобы было в Париже и везде, и везде по миру. Вот это то, что я хочу не допустить. А теперь после вот этого ублюдства, уродства, посмотрите теперь, что я хочу, чтобы осталось. Вот я хочу, чтобы осталась вот эта красота, и вот этот критерий, этот материал, а опять снова... Пойдемте, 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 пойдемте. Вот теперь вот это, смотрите, да. Вот это. И здесь дамы с трагической судьбой. Дамы с трагической судьбой. Как сказал Виталий Яковлевич, она была дамой трагической судьбы, да. Это изумеет. Посмотрите, какие консоли, какие комоды. Я так понимаю, что это эпоха Людовика XIV. Стиль эпохи, ну, вовсе сделано позднее, допустим, при Наполеоне III. Но это стиль Людовика XIV, Ормулю, вот эта золоченая бронза, изумительная совершенно, и вот эта часть, выполненная под черепаху, или сама черепаха, или под черепаху дерево потом раскрашено. Фантастическая красота, качество, это же все качество. Это невероятно и здесь тоже. Изумительная, посмотрите, какие восхитительные работы мастера. Какая точность, какая филигранность, какая деталировка. И снова, 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 снова. Профессор, я вас прошу, прошу вас. Мы на это не смотрим, на это мы смотрим на это. Нет, я-то спорю на все. Нет, 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 вы смотрите, это вот то, к чему ведет ваша эта сеть. Еще есть прекрасные для вас, все для вас, знаете, профессор, здесь все для вас, пойдемте, пойдемте. Обратите внимание, это где низ, где верх, не очень понятно, но это что-то, здесь тоже есть дырки, две дырки, здесь есть две палки, и там есть что-то тоже, это какого-то цвета. Но это часть западной цивилизации тоже, вот эта картина, и Шагал тоже. Шагал? Шагал. Он стал частью, потому что его леваки пустили. Ну вот, а вот это западная цивилизация, посмотрите, какое чудо, какая красота. Но знаете, почему красота не спасет мир? Почему? Потому что вот это заглушает, забивает, и благодаря некоторым наивным профессорам, да-да-да-да, вот. То есть, как бы я несу ответственность. Вы несете ответственность вот это вот тоже, что-то с чем-то. Вот два крокодила, милых, очень, кстати, милый крокодил. А это еще немножко вот это тоже, то, что север Парижа тоже приходит, посмотрите, прекрасно, видимо, обезьян. Это что-то типа обезьяны, да? Там что-то типа козла, здесь что-то типа обезьяны. Что мы еще имеем? Что мы еще имеем? Это Шагал, я так понимаю, слово Шагал, да? Это петух или что это? Типа, типа. Типа, типа. Типа, типа. Типа, типа петух, типа невеста, и он типа ее скоро приходит. Почему-то в очень хорошей раме. В шараме не подходит, она очень хорошая. А вот это, в принципе, ведь и Шагал легко подделась. Вот это может написать любой ребенок, и вообще, так сказать, его... И очень много скандалов. Шагал один бы столько. Это Шагал, он один распиаренный, и один в то время появился. Так, эти вот... То есть, это я даже бы не украл. А вот эти, вот эти два подсвеч, вот эти два очень-очень даже... Посмотрите, какое золочение, какие львята, какие здесь, понимаете, пылающие, да? Вот это очень хорошая, это хорошая штука. Вот смотри, вот это я бы оставил вам, я бы вам подарил это в дом. То есть, вот это взял бы себе. Это тоже я бы вам... Это профессору. Это тоже вам. Это мне. Это мне. Вот я нашел вам картину, профессор. Я вам нашел... Я вам нашел подарок. Вот этот шедевр... Его, в принципе, можно... Это свобода. Его вы можете перевернуть вот так. Вот эта чаша ничуть не станет хуже. Понимаете? Если перевернуть, и даже вот так, как... А если перевернуть вообще, это будет черный прямоугольник. Великое творение Панасенкова – черный прямоугольник. Так, это для отдыха. Ой, господи, господи, господи. Опять для профессора. Посмотрите, вот эта красота. Видите, сколько... А что-то общее. Красоты. Посмотрите, сколько красоты. Нежности, утонченности, доброты. Сколько доброты вот в этом. Это не то, что белые евро. Вот это настоящая доброта, нежность, свобода, гражданские... Вы говорите, что с иронией, но для очень многих людей, число которых, кстати, больше, чем... Да, они уже ничего не представляют, ничего не понимают. Они живут... За чистую монетку. Без иронией. Совершенно верно. Да, да, да. Так, что еще? Это все вам. Это все вам квартиру. Вот это все вам, я отдаю сразу. Не хватит квартиру. Прийтили, значит, жертвоприношения. Чудовищные европейцы, просто преступники. Чудовищные люди. Там реки лились просто кровавой рекой. Так, это тоже профессору. Это тоже... А вы-то что себе? Только бюст? Я беру себе бюст. Пиктуа. Да, вот те фолианты замечательные. Я бы тебе козла я вам оставляю. Вот эти вот замечательные фолианты, вот эти мароккеновый переплет, изумительный. Видите, какой переплет. Красота. Красота. И вот это сохраняется веками. Потому что вот это не будет актуально, это можно подделать, это не будет актуально. А вот это веками сохраняется. Ну да. Что еще? Так, я считаю, что вот это должно быть центром вашей коллекции. Вы должны писать книги и учить студентов. Как бы смотрите на это, вдохновляетесь и пишете. Вдохновляетесь и пишете. Вдохновляетесь и преподаете. Вот вместе. Это же молодость. Это молодость. У меня, знаете, вот это уже на руках тяжелое утяжеляется века культуры. Это молодость интеллектуальная. И еще, конечно, я вам тоже считаю, что вот это должно быть в вашей спальне. Вы должны просыпаться и смотреть на эту красоту, утонченность и какую-то, я бы сказал, даже элегантность. Вот особенно рот у этого, это типа чего? Что-то типа чего-то. Вы знаете, вот видите, даже профессор не знает, что это. Это типа-типа, что-то типа. Но это тоже, мне кажется, очень дорого стоит в современном западном мире. Ну вот мы... А, нет, мы еще... Смотрите-ка. Я думал, что это просто грязь, а это нет. Это тоже экспонат, я так понимаю. А, он подписанный. Это 1971 год. Смотрите, вот это дерьмо было создано уже в 1971 году. Вот что такое левачество в искусстве. Значит, это, я так понимаю, портрет глобализации. Это портрет глобализации и социализма. Он везде... Его можно перевернуть, он будет одинаковый. Ага. Ну, вы экипировали за меня свою квартиру. Да, конечно, я поработал дизайнером. Понимаете, я для вас бесплатно поработал дизайнером. Это я забираю себе, это я оставляю вам. Это тоже можно вам. Но римский император меня тоже интересует. Потому что... Нет, нет. Вы столов Европы. Что? И в своей жизни, когда я избрал свободу, Рим – это закон, а закон это составная часть свободы. А там было рабовладение. Вы помните? Нет, вы против рабовладения. Обратите внимание, там есть барашек. Барашек – это символ духовности, который сейчас съедает Францию. Барашек. Видите? Пойдем к барашку. Прелестный барашек. Вот. Что с ними делают те, кто захватывает Францию? Лучше не говори, что с ними делают. О! Посмотрите, опять-таки, это декоративно. Разница в декоративно-прикладном искусстве. Вот это моя эпоха. Видите? Вот это табакерки. Это моя эпоха. Вот это тоже моя эпоха. Это моя эпоха. Это моя эпоха. Она меняется, но это остается красотой для всех. Нет, но сегодня вот так создать не могут. А сегодня создают вот так. Потому что потеряна техника, потерян смысл. Все потеряно. Аккуратно, барашка. Все, я думаю, что я... Вы с вами поделили. Да, слушай, я обставил квартиру вам самым лучшим образом. Это будет квартира настоящего профессора. Но нам нужно создать общую квартиру, которая состояла... Это уже пропаганда гомосексуализма. Не знаю, это ваше выражение. Он общая квартира. Мы могли бы внести... А вот, понимаете, это не сочетается... Это как здесь... Настоящее искусство с уродством. Как вот здесь, в этой витрине, где утонченные табакерки и вот это уродство, есть вещи... Это правда. Это правда. Это правда. Друзья, ты какой? Да. Да. Спасибо. Я приглашаю вас посмотреть на этот изумительный вид, на Президентский дворец, на Елисейский дворец и на бежевый цвет парижских домов этой изумительной эстетской архитектуры. Продолжение следует...